Вот так все начиналось два года назад. Предприниматель Посохов утверждал, что его кафе расположено не на видовой площадке, а на крыше развлекательного комплекса. Сам Севастополец коренной. Мнений на самом деле много. И в принципе людей, которые их изначально информировали неправильно, им сказали, что произошел захват земли, на захват на этой земле было сооружено какое-то здание. То есть это частная собственность. И она всегда была частной собственностью. Никогда это не была коммунальная площадка. В администрации Ленинского района сообщили, что разрешение на постройку не давали. Предприниматель получил предписание о разборке строения, но не выполнил его. Администрация за свой счет начала принудительный демонтаж. Предприниматель Посохов обратился в суд, выиграл его. Но ленинская администрация решение обжаловала и площадка наконец стала открытой. А летом следующего года будка и столики снова появились. Я бы убрала. Спасибо. Вы из Тевастополя или в Анферополе? Вы наш гость? Да, да, да. Ленинская администрация снова убрала кафе. Но этой весной предприниматель не только решил заняться на площадке общепитом, но и разместить торговцев обувью и одеждой. А после распродажи товара здесь снова появились столики. Дмитрий Посохов продолжает утверждать, что это не видовая площадка, а частная крыша. У депутатов другая позиция. Смотровая площадка – это уже последний этап работы, на который не должно было располагаться никаких объектов. Все, что потом на смотровой площадке появилось, это, безусловно, нарушение условий, на которых предоставлась строительство этого комплекса. Когда первоначально, так сказать, просили заключить договор аренды, показывали проект, все было правильно. А потом просто-напросто нарушили. Нарушили. И самовольно на этой площадке начали строить еще что-то. Ленинская районная администрация сейчас оперативно поднимает все документы, судебные решения и намерена убрать кафе с видовой площадки. Елена Анисимова, Василий Косенко, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. Продолжение следует...